Маков.нет Максимальные скидки подписчикам AppleInsider.ru Кабам, которая успела отметиться следующими проектами. Голодные игры Пламя Восстания, Форсаж 6 игра, а также Хоббит Королевство Средиземья. Последний продукт вышедший из-под их пера называется Властелин Колец Легенды Средиземья. И давайте посмотрим, что он собой представляет. Властелин Колец Легенды Средиземья Многообещающего путешествия необходимо выбрать героя, который поведет в вашу переполненную доблестью и отвагой команду самое сердце Мордора. Как мы помним, ключевой фигурой картины был низкоростный курчавый парень с небритыми ногами. В игре же на выборы будут предложены целых 4 персонажа – Человек, Гном, Хоббит и Эльф. И каждый из этих парней обладает индивидуальными качествами, исходя из чего этот выбор во многом может определить успех потенциальной кампании. Сразу же необходимо отметить, что Властелин Колец Легенды Средиземья является классической карточной игрой, поэтому нас ждут сотни эпичных сражений, которые по большей части будут протекать без нашего прямого вмешательства и в автоматическом режиме. Все, что от нас зависит для положительного исхода битвы, необходимо делать непосредственно перед самим сражением, благодаря огромной вариативности действий, заставляющей думать, анализировать и принимать ключевые решения. Самые великие подвиги редко свершаются в одиночку, поэтому после выбора персонажа нам нужно будет сфокусироваться на поиске верных соратников, которые в нужную минуту смогут и братский щит подставить, и целительным снадобьем помочь. В одной группе может быть собрано до четырех героев, а общее количество групп ограничено цифрой 3. Тем не менее, до шестого уровня придется преодолевать сложности квартетам, поскольку только на этом уровне откроется возможность формирования второй четверки игроков. Третья четверка станет доступна только на десятом уровне. Огромное внимание уделено именно созданию правильной команды, эффект от которой определяется не индивидуальными навыками каждого отдельного персонажа, но именно их взаимодействию друг с другом. Разные комбинации героев в четверке предоставляют совершенно разные бонусы и бафы, учитывая тот факт, что в игре более сотни героев, вариативность комбинаций практически безгранична. Помимо этого, нельзя забывать и отдельные прокачки каждого героя, и о подборе нужных артефактов, которые также способны существенно повысить мощь вашей ратной группы. В ВГ предложена достаточно обширная одиночная кампания, прохождение которой позволит вам вытолкнуть силы зла из родных земель и обзавестись влиятельными союзниками. При помощи их поддержки будет не стыдно показать себя на арене, где ежедневно проходят тысячи сражений между реальными игроками. Игра доступна для установки абсолютно бесплатно, но нельзя забывать о наличии встроенных покупок. Стандартной валютой в игре является золото, а привилегированной – мифрил. Помимо этого, в игре введена энергия, которая расходуется во время странствий и восполняется при повышении уровня игрока. Надеемся, этот обзор был вам интересен. Устанавливайте игру «Властелин колец. Легенды Средиземья», участвуйте в сражениях и оставляйте свои комментарии на канале appleinsider.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова